А вы знали, что тенденция строительства загородных домов по проектам признанных архитекторов возникла именно в России около 20 лет назад, а если конкретнее, то в Москве? По крайней мере, об этом говорит статистика сербского архитектора Сретина Йовановича. Бюро Сретина строит дома и коммерческие здания по всему миру, но 90% частных домов Сретин проектирует именно для российского потребителя. Все строено всегда в большом масштабе. Я бы сказал, что это особенность самой страны, потому что страна большая и психологически, если посмотрим, что сейчас появилось это, понятно, что если посмотрим на Красную площадь, мы понимаем, что все строено всегда в большом масштабе. А почему и нет, если такая возможность? Многие параметры на это влияют. Это доступные ресурсы, все, что, скажем, может быть, Россия может позволить себе. И Штаты, тоже как независимый континент. Вот там мы встречаем тоже большие дома. Но в отличие от Европы, которая намного более скромная в этом плане, я просто не помню ни один дом Европы, который не проектировал площадью более 600 квадратных метров, 700 максимум. Мы находимся конкретно на участке, в поселке на 30 километров от Москвы, на западе, 35 соток, на котором мы спроектировали дом почти 1200 квадратных метров. Двухэтажный, с подземной технической части. Я бы исключительно не использовал слово «современный дом». Часто слышим хай-тек, самое слово понятно, он английское, из «high technology». И понятно, что это еще с Англии начинается, с архитектора, как Ричард Роджерс, Норман Фостер, Рен Сопьяно, которые первые начали использовать высокотехнологические материалы в архитектуре. Я не знаю, как бы я назвал стилистику этого дома, почему я и называю его современным, потому что он имеет, ну, конечно, элементы хай-тека, но я люблю использовать слово «еклектика». Просто сейчас сложно определить, что это такой стилистика в архитектуре. Если раньше это было понятно, что это классика, это модернизм и так далее, вот сейчас это сложно определить. Это просто, я бы сказал, творческая идея современного видения дома. Задача была максимально сделать открытый дом, максимально функциональный, при этом сделать минимальные площади. Дом все-таки вписался, ну, скажем так, и 1200 квадратных метров, но, поверьте, с таким функционалом бывает намного больше. В основном дом всегда имеет эти компоненты, как гостиная, зона спа, домашний кинотеатр, ну, гараж. Практически он по функционалу не отличается от стандартного дома. Единственное, площади, которые делятся вот на этот дом, он и существенно больше. На этом доме больше всего уделено внимание именно на первый этаж. Это именно контакт со землей, ну, скажем так, со участком. Так как у нас есть определенный перепад, здесь раскрываются видовые точки, поэтому одна из главных задач именно зону спа и бассейна расположить таким образом, чтобы максимально наслаждаться этим видом. Мы не сделали забор, использовали пейзажную архитектуру, колп площадки, и вот это, ну, скажем, показывает наш дом еще в лучшем свете. Дом построен на сваях, свая уже разобетонная, да, стандартная, вот здесь забивнее. На другом доме, который похожий аналогично этому, там сделана просто фундаментная плита, низко загубленная, поэтому, что нам геология это позволяла. Здесь, к сожалению, как формировали, ну, вот этот гол в поле, они, видимо, засыпали вот эти участки, что нам не позволило использовать эту технологию. Это монолитный каркас, который заполнен камнями из глины, кирпичом стандартными, утеплитель, вентфасад. Утепление стандартное, минватой, 150 миллиметров утеплителя, ну, дом очень элегроэффективный. Здесь присутствует много разных технологических, можно сказать, хай-тек материалов. Крупноформатный керамогранит толщиной 6 миллиметров с минимальным количеством стиков. Присутствует декоративная штукатурка, которую я очень люблю. Часто здесь встречается такое мнение, что декоративная штукатурка – это что-то дешево. Нет. Это только вопрос, какой пропорции использовать на доме, на фасаде. Тоже видим искусственные HPL панели, ну, high-pressure laminated panels. Это прессована бумага, там, 7 слоев, которые запекаются. Она очень-очень твердая и устойчива к любым атмосферным условиям. И, конечно, видим еще композит из алюминия, ну, тоже, можно сказать, как и стекло, вечный материал. Мы сейчас конкретно находимся внутри дома у главного входа. И, ну, за моей спиной вот раскрывается большое пространство. Это 5-метровая вот, ну, по высоте гостиная комната. И по функциональному зонированию, конечно, на первом этаже, ну, располагаются пространства, которые общего использования в семье. Ну, значит, это кухня, столовая, гостиная. В одной части дома находится домашний кинотеатр. И есть зона спа, ну, где у нас есть бассейн 10 на 4 метра. Мы, конечно, сейчас говорим исключительно о внутреннем функционалу дома. На улице можно сказать, что есть бассейн, но он не плавательный, он исключительно имеет декоративную функцию. Прозрачность стекла нам допускает увидеть что-то за ним. Ну, значит, вопрос, что является наполнением вот этой прозрачности. Вот, как видим, в случае, когда мы находимся внутри помещения, всем известно название Infinity бассейн. То есть это такой бассейн, который имеет перелив, который создает ощущение зеркала в воде, ну, без конечности. Конечно, на фоне дерева красивого, как бонсай, это, конечно, создает особенное впечатление. Но когда мы дом видим с улицей, мы тоже ищем, можем назвать дизайны. Но я их называю всегда маленькими архитектурными формами, не важно, что это дизайн, но это, может быть, люстра. Ну, люстра как дизайн, вот она на фоне прозрачного стекла, особенно ночью, когда включается, она создает какой-то специальный эффект. Конечно, здесь раскрывается тоже парадная лестница с приглашающими ступенками. Она вверху вот ведет к трём спальным и мастер-блоку. Создает ощущение, что практически лестница консольная. Это и есть современная архитектура и дизайн. Стекло, как современный материал, он используется по-разному. Он может быть использован, как в нашем примере, в качестве перила. Первое, что замечается в доме, это большие, крупные стеклопакеты. В России в ближайшее время запустят еще по размерам более доступны, по габаритам, даже до 10 метров, что может порадовать все архитекторы. Стекло нам, архитекторам, действительно помогает создавать большие форматы, градостроительные облики и визуально облегчать. Поэтому, если мы представили этот дом, не знаю, залитым как из бетона, полностью с маленькими окошками, мы просто получили, наверное, бункер. И сам тем дом бы смотрелся очень тяжело. Поэтому классическая архитектура, она создана таким образом, чтобы впечатлять своей массивностью, своими объемами. Мы здесь это не хотим. Мы хотим даже наоборот, мы хотим сделать дом максимально прозрачным, лаконичным, привлекательным. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя комфортно, когда заходит в дом. То есть он не заходит в бункер, он заходит в что-то, ну, такое, может быть, сказать, и как пергола летное. В целом дом спроектирован таким образом, что в любом движении мы двигаемся к свету. То есть мы зашли в дом, смотрим на свет, идем к коридорам, смотрим на свет. То есть разрешаем естественному освещению попасть в дом. Почему это тоже важно? Москва не может похвалиться большим количеством солнечных дней в течение года. Поэтому максимальная площадь стекла, конечно, создает легкость, создает какую-то прозрачность дома. И мы можем наслаждаться по максимуму. Этот дом имеет особенность быть ориентирован на север, ну, просто это такой участок. Поэтому у нас появляются такие зенитные окна, откуда мы получаем южный свет. Поэтому, может быть, даже и на, ну, скажем, на фоне за мной видно, что, ну, как солнечные лучи перекликаются вот в этом помещении. Если смотрим на стекла, они создают такой эффект, уходящий вверх. Поэтому потолок специально опущен, чтобы иметь возможность создать ниши под шторы. Помогает нам в таком эффекте, потому что практически верхний профиль не замечается. То есть мы его не видим. Что интересно конкретно в этом доме, я думаю, что мы первые, которые приняли такое технологическое решение в России, это сделать структурный угол, но над которым надвестает тоже большой крупный стеклопакет, который поддерживается тросами, то есть вантовой конструкцией. Мне эта идея, ну, скажем, пришла, ну, просто путешествовал, ну, видел, как в Европе реализуют такие решения и смог убедить конструктора, вот, применить такое решение здесь. Поэтому, ну, можно сказать, что уникальность в этом доме именно находится в этом узлу. Ощущение легкости без всяких дополнительных колонн и, ну, скажем, большой пролетов нам помогает этот узел. Что касается больших стеклопакетов, вы упомянули, можно ли позволить использовать это на как-то менее габаритных домах? Конечно, можно, но не поверите, большой стеклопакет технологически гораздо проще установить, чем делать кучу этих перелетов. То есть мы сейчас на данный момент на одном объекте хотим реализовать большой стеклопакет, ну, даже там, высотой 8 метров, и если бы мы его делили кусками, это было бы гораздо сложнее технологически. Мы это испытываем даже с разработкой этого узла, по которой я говорил. А когда большой стеклопакет, даже и теплотехника лучше работает, не поверите. Поэтому я всегда, чем больше стеклопакетов, тем, может быть, производители алюминиевых профилей не согласны с этим, но однозначно в архитектуре это лучше. Да, стекла в этом доме площадью 1200 квадратных метров действительно очень много. Оно работает не только в качестве панорамного остекления и декоративных элементов, но и в качестве внутренних ограждающих конструкций. Кстати, такие приемы могут стать актуальными и для куда более скромных домов, потому что, по заключению экспертов, такие решения могут даже позволить сэкономить на строительстве. Поэтому конструктивные инновации и фишки окон и других стеклянных конструкций данного современного дворца достойны вашего внимания. Основная задача в данном проекте было реализовать большое количество светопрозрачных конструкций, чтобы у нас улица и дом сочетались между собой. Очень сложные технические решения были заложены нашими конструкторами, в частности, по структурным углам витражей, которые в данном месте, где мы с вами находимся, высотой более 7 метров. Структурный угол – это значит два стеклопакета, соединяются между собой и промазываются красивеньким, аккуратненьким структурным герметиком. Может стоять еще алюминиевый профиль обычный, можно два алюминиевых профиля соединять между собой. То есть получается такой большой толстый угол, и когда ты стоишь смотришь на витраж, у тебя ощущение, что ты видишь какой-то столб просто, и все. А здесь у тебя маленький тонюсенький профиль, ну буквально там 2 сантиметра. Мы разработали специальные технические решения, узлы, и реализовали данный проект и данные витражи, как хотел заказчик. В данном проекте структурный угол реализован с помощью стыка двух стеклопакетов. Один стеклопакет, второй. Между двумя пакетами используется специальный утеплитель, и снаружи и изнутри маленький шовчик из структурного герметика. Это позволяет нам, в принципе, смотря на витраж, практически видеть улицу и получать ощущение, что мы не видим никакого алюминиевого профиля. Если мы с вами выйдем на улицу, то горизонтальные линии идут по всему дому. Это была одна из сложностей монтажа, потому что мы должны были миллиметры поймать, буквально чтобы везде по наружной отделке к витражу подошла идеально ровно. Поэтому эту линию мы продолжали. И мы могли реализовать данный витраж с целым стеклопакетом, и это бы на самом деле было бы нам проще конструктивно, так как пакет бы стоял бы просто на земле. Здесь же вы видите вот эту линию, и если обратите внимание, то есть специальные элементы из нержавейки, которые как раз передают динамическую нагрузку с ригеля на бетон. За счет этого мы добились вот этой линии по всему дому. Там идет специальный кронштейн, и шнур закреплен на нем. Если бы этого не было, то просто бы вот этот угол мог упасть. Поэтому я говорю, что когда у вас целый стеклопакет целиком, он стоит целиком на земле. А здесь вот эти вот два стеклопакета весом под 300 кг висят друг на друга и давят просто вниз на ригель. Поэтому его было необходимо подвесить. Соответственно, он подвешен, за счет этого он держится. Именно такое решение в России никто не использовал. При реализации данного витража использована алюминиевая профильная система, специально подобранная и рассчитана нашими техническими специалистами, так как реализовать такие витражи непрофессионалам не представляется возможным. Вес одного стеклопакета более 500 кг. Мы взяли даже немного с запасом и использовали подкладки, которые предоставляет нам сам производитель профильной системы, которые выдерживают до 700 кг. Стеклопакет использован из двух специальных безопасных закаленных стекол. Толщины стекол также подобраны в зависимости от характеристик. Изнутри мы используем энергосберегающее стекло, которое позволяет сохранить нам тепловую энергию внутри помещения. Внутри стеклопакета закачан газ-аргон. Многие думают, что аргон, закачанный внутрь стеклопакета, это какой-то мифический газ, который, если никто не видит, значит, его нет. Но на современных производствах газ-аргон закачивается автоматически. Не как раньше, если помните, был небольшой клапан, и он действительно какие-то потери этого газа были. Сейчас на всех современных производствах этот газ априори есть в стеклопакете. Без него продукция вообще не поставляется на рынок. Аргон, он, во-первых, уменьшает линию на стеклопакете. То есть само стекло, что наружное, что внутреннее, не становится впуклым. За счет этого мы добиваемся более лучших качеств и свойств стеклопакетов. Плюс ко всему он добавляет теплопроводность коэффициентов. А так как здесь мы использовали энергосберегающее стекло, и если вы сейчас видите, мы находимся в доме зимой, здесь очень тепло и комфортно, хотя конвектора вдоль окон выключены. В доме, помимо красивых наружно-стеклянных витражей, огромное количество стеклянных изделий. Допустим, данная лестница реализована полностью из стекла. Как вы видите, нет никаких видимых креплений. Использовано специально просветленное стекло. И плюс ко всему это не обычное стекло, а два стекла между собой, триплекс, чтобы оно было полностью безопасно. То есть человек, когда спускается с лестницы, он не свалится, не вывалится, а безопасно дойдет до низа. При этом оно не разобьется. Оно разобьется, если очень сильно бить топором по нему. Очень-очень сильно и много раз. При этом оно останется стоять на месте. Обычную стеклянную дверь можно встретить, в принципе, в любой квартире. Здесь реализована стеклянная дверь на основе алюминиевых поверхностей, с тем больших габаритов. Это входная дверь, парадный ход в дом. Высота данной двери составляет 3 метра 20 сантиметров. Дверь открывается с помощью встроенного электромеханического замка. Снаружи мы можем видеть отпечаток пальца и скрытый доводчик. Изнутри мы можем видеть с вами закаленное стекло, крашеное, в черный цвет 9005. Если большую дверь входную мы с вами уже видели, в этом доме есть и обычные балконные двери, ну, как обычные. Они высотой 3400. При их производстве использован специально усиленный алюминиевый профиль и специальная технология в клейке стеклопакета. Можем наблюдать дизарминскую ручку, выполненную по спецзаказу. И эта дверь не совсем обычная. Все-таки она выполнена в структурном остеклении с наклеенным снаружи стеклом. Снаружи в данном исполнении двери на раме и на створке у нас здесь стекло. Таким образом, если мы смотрим с вами с фасада, то мы не видим никаких алюминиевых профилей. Для того, чтобы полностью убрать алюминиевые профиля снаружи фасада, здесь также реализовано окно скрытого монтажа, верхнее подвесное. Открывание наружу. Во-первых, мы не тратим площадь вовнутрь помещения. То есть, когда мы его открываем, не перегораживаем проход. Когда выпадение осадков, это дождь или снег, что такое, то ничего не попадает вовнутрь помещения. Оно, в принципе, может быть всегда открыто и обеспечивать хозяевам комфортное нахождение внутри помещения. Возвращаясь к теме стеклянных конструкций, также на данном объекте реализованы перегородки для сауны и хамам. Эти перегородки не совсем обычные. Практически нет алюминиевых профилей, если точнее сказать, то их совсем не видно. Ни снизу, ни сверху. То есть, мы здесь использовали скрытое крепление рам и скрытое крепление дверей. Плюс здесь использовано специальное стекло, которое позволяет разогревать печку больше 200 градусов. Поэтому хозяева могут чувствовать себя в полной безопасности. Сегодня мы показали вам очень крутой дом, который относится к премиум-сегменту. Здесь мы могли наблюдать очень много красивых, действительно уникальных конструкций. Чтобы как-то подвести итог, хочу отметить, что устанавливая стекла себе в квартиру, в дом, вы, в принципе, получаете готовое решение на много-много лет, которое, во-первых, не надо обслуживать, а во-вторых, вы полностью уходите от фасада и от внутренней отделки. Поэтому, устанавливая стеклянные фасады, вы решаете сразу несколько вопросов. В связи с этим стоимость сильно нивелируется, и, в принципе, данные конструкции могут быть реализованы практически на любом объекте и в любом проекте. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова